В Казахстане возобновляют программу льготного автокредитования. Желающим приобрести машину, первым делом нужно будет зарегистрироваться на специально созданной интернет-платформе. Она станет доступна 6 февраля. После казахстанцы смогут пойти в автосалон, получить счет на оплату и уже с ним обратиться в банк. Правила подачи заявки сегодня разъяснили в Фонде развития промышленности. Как оформить кредит на машину и кому могут отказать, узнала Ирина Морозова. По казахстанским дорогам Владимир Кучкин из Уральска колесит уже около 10 лет. За это время сидел за рулем машин разных марок. Поэтому точно знает, самый лучший автомобиль – это новый автомобиль. Вот и задумался Владимир о покупке. Признается, условия по льготному кредитованию весьма привлекательные. Правда, сомневается, что у него получится воспользоваться программой. Машину хотел поменять. Вот сейчас в данный момент на продаже стоит. Хотел рассматривать какую-нибудь новую, но новую не подтяну с такими процентами на кредиты. Думал, льготное автокредитование, но как наслышан, что не попадешь, очереди везде. Регистрироваться где-то надо. Много информации нет, как это все правильно сделать, но наслышан только, что будут очереди большие опять. Огромные очереди и посредники. Этого больше всего боятся казахстанцы. Предыдущий этап программы для многих оказался неудачным. Но в фонде развития промышленности уверяют, на этот раз все будет предельно прозрачно. Специальная интернет-платформа сформирует не очередь, а пул потенциальных участников программы. Платформа откроется ровно в 10.00 и закроется после того, как 761-й участник будет зарегистрирован. В принципе, в последующем любой проверяющий орган, в случае, если будут заявки, запросы, любой проверяющий орган сможет проверить и проверить очередность постановки, постановки каждого участника по времени, во сколько, когда, какой участник был зарегистрирован. В автосалонах схитрить тоже не получится. Без регистрации на платформе льготный кредит не дадут. По условиям программы, производитель должен предоставить машину в течение 60 дней. Если в планах поставки желаемого авто нет, придется выбрать другое. Потому как после регистрации на сайте у клиента будет только 60 дней на завершение процедуры. В ассоциации автопроизводители Казахстана при этом уверяют, машин хватит на всех. Если говорить о легковых автомобилях, в прошлом году было произведено 103 тысячи единиц. По данной программе, за счет возвратно-револьверных средств, будет поставлено порядка 760 единиц. То есть это менее 1% от общегодового объема производства. На первом этапе зарегистрируют 761 претендента. В последующем платформа будет открываться ежемесячно и принимать еще по 100 заявлений. Отклонить заявку могут только по трем причинам. Если клиент получил кредит, уже зарегистрирован на платформе или у банка участника закончился доступный лимит средств. Основные условия программы остались прежними. Максимальная сумма займа 10 миллионов тенге на срок до 7 лет под 4% годовых. Максимальная стоимость автомобиля 15 миллионов. Чтобы подать заявку, необходимо иметь ИЦП, доступ к интернету и компьютер. Отмечу, что подать заявку можно будет только с территории Казахстана.